Не так я себе представлял киберпанк. Давайте вернемся на секунду в 2021 год. 24 июня 2021 года, еще нет никакой войны, ковид на исходе, но сидит уже Алексей Навальный, оппозиция выдавленной страны. Владимир Путин большой победитель. Вот он добился всего, чего хотел. Власть в полной мере находится у него в руках. И вот, представляете, приезжает такой человек из будущего и сообщает, ребята, а через два года в России произойдет военный мятеж, который организует Евгений Пригожин, повар Путина, человек, который занимается снабжением школ обедами, станет одним из самых ярких полевых командиров, который решит пойти войной на армию Российской Федерации. И вы, значит, 2021 год, слышите это, да, вот так хватаетесь за голову и... Ну не то, что не верите, да, даже не хватаетесь за голову, скорее даже увиска не крутите. У вас просто вот так вот поднимается бровь, и вы смотрите на человека, как, ну просто на умалишенного дегенерата, сумасшедшего полного идиота, кретина, и идете жить свою жизнь дальше, потому что в это поверить невозможно. А Пригожин готовит военный переворот в России в реальном времени, пользуясь голосовыми сообщениями Телеграма. Вот кто мог себе такое представить? Еще несколько лет назад вообще это звучит, как вот не так я себе представлял киберпанк. Спасибо.